Единый свет и смехатроники, Кульман и Неразрушайка. Команда с такими необычными названиями вышли на хоккейный корт стадиона Трут. Девять мужских и три женских коллектива боролись за победу в турнире по хоккею на валенках. Еще более интересными были составы дружин. Это участники, призеры, победители и эксперты чемпионатов AtomSkills в различных компетенциях, а также молодые специалисты производственного объединения «Маяк», которым еще только предстоит соревноваться в дивизиональных конкурсах профессионального мастерства AtomSkills в апреле. Победа или призовое место в дивизиональном конкурсе дает право участия в финале национального чемпионата AtomSkills 2018, который состоится в июле в Екатеринбурге. Как отметил в ходе прошлогоднего чемпионата AtomSkills генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, профессиональные соревнования в атомной отрасли по различным компетенциям – это своеобразный спорт высоких достижений. Поэтому не случайно именно спортивная площадка была выбрана местом, где в преддверии дивизиональных этапов происходит такой процесс, как команда образования коллективов, происходит улучшение микроклимата в командах, устанавливаются крепкие партнерские отношения, которые пригодятся не только на конкурсах профмастерства AtomSkills, но и в дальнейшей работе на предприятии. Я думаю, что здесь каждый сейчас найдет себе друзей, даже не только из своей компетенции, из соседних компетенций. Они все объединяются, дружат, общаются и надолго дружба. На открытии хоккейного турнира генеральный директор производственного объединения «Маяк» Михаил Пахлебаев поприветствовал команды и подчеркнул, что команда образования приводит к повышению корпоративной культуры на предприятии и более сплоченной работе персонала. Вот подрастает та команда «Большая Маяка», будущая команда, которая будет объединена общими целями, общими радостями, неудачами, общими детьми. Это все же будет подрастать, это обществе людей. Как наподобие, вот были люди, которые пришли сюда в 50-х, ну 40-х даже назовем в конце, 50-60-х, это была обществе людей. Они близки по возрасту были, вместе занимались спортом, культурой, и эти тоже будут такие же, я вас уверяю. И классная молодежь подрастает. Хоккейные баталии проходили в остром спортивном соперничестве, но в дружественной атмосфере и в условиях взаимного уважения. Среди женских команд победил коллектив «Кульман», а среди мужских победу одержали передовые дозиметристы. Как отметили участники турнира Анна Волкова и Егор Усольцев, главный смысл таких встреч – это в трудной ситуации подстоять плечо и прийти на помощь товарищу. Команда «Кульман» – это сила, мы ровем соперника красиво! Если честно, я намного лучше чувствую себя на сноуборде, нежели чем с ней. Но такое дело надо привыкать. Это первый опыт? Это первый опыт, да, безусловно. Кроме профессиональной подготовки, очень большую роль на чемпионате «Атомскилз» играет просто настрой, целеполагание. И действительно, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы чувствовать себя как на домашнем чемпионате, очень важно иметь хорошие дружеские отношения со всеми членами команды, со всеми людьми, которые будут окружать тебя. И такие мероприятия придают уверенности в целом на чемпионате. До финала национального чемпионата «Атомскилз-2018» на производственном объединении «Маяк» будет проведено еще несколько командообразующих соревнований. «Курман чемпион!»